МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, собственно, вы уже поняли, исходя из титулов наших гостей, что говорить мы сегодня будем о велоспорте. Тем более у нас на выходных завершился, как правильно назвать, кросс-хантри, марафон. Самый северный марафон. Самый северный. В Мостат-Унтере есть возможность подвести некие итоги, а заодно те, кто увлекается этим видом спорта, хотели бы принять участие в следующей гонке, которая состоится уже скоро совсем в Хибинах. Собственно, какими-то полезными советами, я думаю, Дмитрий Иван поделится со всеми желающими. Пожалуйста, Иван, как чемпион, пожалуйста, расскажите, насколько сложная была трасса, много ли было у вас конкурентов, или вы уже как орешки щелкаете все эти препятствия? Ну, конечно же, нет. Конкурентов достаточно. Даже со мной в нашей команде «Солнышко» Мурманск. Вот это наш такой клуб по интересам, как создавался, как просто времяпровождение, наверное, приятное, и вылилось в такую уже, именно в команду, где более спортивная направленность по велоспорту. Соперников много, это велосипедисты со всей области, и гости приезжают у нас на этот марафон из Петербурга, и Петрозаводска были в этом году. Да. Ну, трасса сложная, но посильная практически для всех. У нас особо хотелось отметить, что участвовало семь женщин, и все они финишировали, в отличие от мужчин. Все финишировали с разным временем, но с достойным, и не все мужчины были впереди них. Хотелось отметить, что еще по трассе, в принципе, для более или менее подготовленного человека она не такая сложная, как кажется, и этот километраж... Но она изнурительная, 100 километров. Скажите, а год от года трасса меняется? Нет, четвертый год, это по одной и той же трассе мы проводим. Но это, наверное, связано все равно, люди приезжают новые, и им эта трасса интересна. А спортсмену, ему тоже, в принципе, когда спортсмен, ему интересно именно улучшаться. Он тоже следит за своем времени. Он в прошлый год проехал так, в следующий год он улучшил свое время, он сравнивает свои результаты, соответственно, сравнивает свою подготовку. Ну и плюс еще условия меняются же, природные. В этот раз какая была погода? В этом году была погода для гонки, она хорошая была. Было плюс 10-12 градусов, дождя не было, было так пасмурно. В общем-то, погода нас баловала. Все четыре года у нас не было какой-то экстремальной погоды. Хорошо, спортсмены хотят улучшить свои показатели. Новички познакомятся с трассой, испытать себя, поучаствовать в самом северном марафоне. Они организаторы марафона год от года. Какие вы перед собой ставите цели и задачи? И можно ли говорить о том, что он развивается, пребывает посетителями, болельщиками, завоевывает известность в масштабах Российской Федерации? С чего начали? Вот сейчас, спустя четыре года, оглядываясь назад, к чему пришли? Да, ну история этого марафона такова. Вот, как говорит Иван, у нас вот команда «Солнышко». Кудетское название, как у детского «Саски». Ну, мы как бы брались за основу, не за основу. Есть такая «Катюша», русская команда профессиональная, и тоже такое имя, да, «Катюша». И поэтому, ну, наверное, мы тут исходили, что в каждом каком-то названии должна быть какая-то доля шутки, иронии, и чего-то там, ну, веселого, что это мы, чтобы не придумали. Поэтому вот так вот согласились на этом названии. А кто придумал, если не секрет? У нас есть почетный директор команды и такой идейный вдохновитель, Смолкин Михаил. Он сказал, что будет называться команда так, и все, никаких вопросов больше. Он самый у нас авторитетный и взрослый участник. В этом году он не принимал участие, но обычно регулярно участвует во всех марафонах. Я, кстати, хотела спросить, можно ли какой-то портрет коллективный людей, увлекающихся велоспортом, состоящих в вашей команде составить? Это все-таки больше мужчины или женщины, средний возраст, образование, материальный достаток. Кто у нас занимается велоспортом? Мне кажется, что здесь по достатку и по образованию еще почему-то можно не судить. Люди всех возрастов и всех слоев, я так бы сказал, населения, никаких преград нет. Ну, конечно, кто, может быть, занимался спортом, они больше приверженцы каких-то таких вот длинных дистанций, таких напряженных. Но у нас есть ребята, которые до этого не сидели на велосипеде, и вот им понравилась сама идея. Как правило, знакомство с велосипедом происходит, случайно зашли в магазин или подсмотрели у друзей? Как приходит? Да, ну, наверное, нет, ну как мы... Или зашли в фирменный магазин и не могли вырваться из рук продавца-консультант? Да нет, навряд ли так это. По суде, может, там более возрастной. Для меня это как бы велосипед, я там все детство откатался на этой велосипеде. И как бы это как такое естественное продолжение. Потом, ну, отзанимались спортом, вот хочется чего-то еще. Хорошо, Дмитрий, скажите, как эволюционировали ваши велосипеды вместе с вами? Выросли вместе с вами велосипеды? Ваш первый велосипед? Орленок, я помню. Ну, первый, первый. У меня был Чебурашка. Чебурашка, пожалуйста. Не, ну, первый это был Мишка Дутыши, да, с такими колесами, да, конечно. Потом был Орленок, я помню, его купили, я до сих пор помню этот запах этого велосипеда, он стоял дома, я там около него прям вот так вот ходил. Потом были Минские, но это все-таки те велосипеды. А где хранили, кстати? Вот вы просто счастливые обладатели велосипеда, я так и не дождалась. Где раньше хранили или где сейчас храним? Раньше. Раньше хранили всегда в квартире, это была маленькая квартира, он стоял в коридоре, вот так вот сразу висели куртки, он стоял, да. И как бы все всем этим смирились. Дальше эволюционировал он как? Ну, потом, в течение времени, вот как пришли, да, там у нас прошло большое время, там прошло это детство, покатание на велосипеде, долго на нем не катались, занимались каждый каким-то спортом, или там, ну, учились там. И потом, отзанимавшись спортом, я... А вы каким спортом занимались? Иван признался, что он утроман? Я занимался лыжными гонками, биатлоном. И отзанимавшись спортом, был какой-то там большой перерыв, скажем так, вот 22 я закончил, там и до 30 лет, условно говоря, ты же чем-то там занимаешься, там работой, бизнес. Но у всех, кто отзанимался спортом, в определенный момент приходит такое понимание, что он не может уже без этого, и к чему-то опять приходит спорта. То есть я опять вернулся к каким-то лыжным, то есть я там бегаю, там, марафоны, ну, занимаюсь сам для себя, там, опять же, не для результата, но, опять же, участвую. И велосипед, это была моя мечта у нас, вот, ребята начали раньше кататься. Вот как вы влились, вот, действительно? Ну, мы как бы все равно все друга знаем, и поэтому у меня я, как бы, вот, смотрел на природу, ехал в поезде, там, допустим, откуда я всегда, вот, видел эти сопки, какие-то дорожки, я всегда представлял себя на ней на велосипеде. И когда я, вот, купил велосипед и первый раз выехал, у нас это вначале просто не было никаким спортом, это скорее был какой-то, ну, как говорится, клуб по интересам, походы выходного дня. Мы собирались, там, в воскресенье или в субботу, там, брали рюкзачки, там, горелочки, и уезжали, там, на целый день куда-то. И когда ты выезжаешь, вот, за пределы города, на велосипеде, вот, по этим каким-то дорожкам, тропинкам, ты понимаешь, что ты вообще не видел, ну, области, ну, каких-то пригородов, такие красивые места, ну, прекрасные, ты просто едешь и реально получаешь такое наслаждение. И вот с этого все пошло. И потихонечку мы стали больше и больше кататься. Потом Анатолий Михайлович Липин, который мы уже говорили, вот, в передаче на этом, он президент Федерации, он стал очень плотно там, он развивал тоже этот вид спорта, именно соревнования. И нас стал подтягивать, то есть стали организовываться соревнования, то есть их просто раньше не было. А сколько у нас сейчас соревнований проходит на территории Мурманской области, кроме самого северного марафона, ну, 100 тонн? Пять марафонов, только пять марафонов. А в конце августа начинаются еще гонки кросс-кантри, которые именно короткие гонки. Это тоже на этим же МТБ велосипеде, это их тоже штук шесть этих гонок. У нас уже две прошли. Одна прошла в городе Полярной Зори и еще будут по области, да, и в Мурманске. Еще четыре. Также там чемпионат области проводится. Хорошо, вот в масштабе всех этих соревнований, все-таки возвращаясь к самому северному марафону, то есть там какое место занимает? Это самый молодой марафон, действительно, там самый длинный, самый известный, или пока его надо политизировать? К истории, да, мы подошли, вот мы так не договорили про историю, вот у нас эти были походы выходного дня, и это был наш поход выходного дня. Мы выезжали на машинах на Титовку, оставляли Титовку и проезжали там за целый день эту дистанцию, там с остановочками какими-то, с фотографированием. И мы это делали неоднократно, и вот пришли к воду, и классно было бы провести. Ну и, соответственно, я как бы взялся за это дело, как бы, что давайте я проведу этот марафон. Насколько тяжело вот так в сопках на пустом месте создавать спортивную трассу, создавать необходимую инфраструктуру. Я так понимаю, должна быть карета скорой помощи, должны быть все предупреждены, правильно? Должны быть спонсоры, должны быть зрители каким-то образом туда доставлены, сопровождение информационное должно быть. Ну да, это как бы много всяких проблем у таких связанных, потому что удаленность большая от города, поэтому техническое обеспечение, та же разметка трассы составляет определенные трудности. Это надо, я размечаю на квадроцикле, и надо на них находить людей, или арендовать эту технику. То есть это, ну, скажем так, вначале это были материальные затраты, потому что техника вся арендованная. Надо, ну, про личное время я не говорю, то есть каждый организатор, если он в это дело подвязался, он должен понимать, что это занимает определенное количество времени. А про проблему, вот разметить, привлечь людей, привлечь людей как? Надо информационная поддержка, тоже занимает определенные, это, ну, нетрудности, скажем так. Людей больше становится или меньше? За 4 года популярность приобрела? Приобрела популярность, ну, скажем так, первые 2 года у нас вышло на старт порядка там 25-20, около 30 человек, а последние 2 года у нас вот выходит, ну, примерно одинаковое количество, в прошлом году около 5, ну, тоже 45-47, и в этом году 45 человек стартовало. Хотя было заявлено больше, но там отказались, ну, отказались к каким-то причинам, какой-то там работа, многие же работают, какой-то там травма, что-то там такое. Насколько серьезные требования к физической подготовке участников? Могут ли действительно дилетанты, новички, впервые севшие на велосипед, вот попробовать преодолеть эти 100 километров и их сразу на старте отговаривать? Есть ли какие-то дупинг-контроль, да, вы осуществляете или нет? И кого в качестве судей привлекать? Ну, просто интересно, насколько это сложное мероприятие. Скажем так, по участникам, ну, многие звонят, там, телефон, данный, говорят, вот мы только-только. Нет, конечно, если ты только вчера сел, ну, наверное, сразу в этот марафон не стоит, потому что, как организатор же, это удаленность, если человек уедет, то есть он вдруг даже полон энтузиазма, но у него нет физической подготовки, его потом как-то надо оттуда тогда будет вывозить. Поэтому мы не отговариваем, но мы рассказываем, что это все-таки 100 километров, это даже если ехать тихо там или никуда не гнаться, там, ну, просто тяжело преодолеть дистанцию. Поэтому, как бы, предупреждаем. Более-менее подготовлен, как Иван сказал, ну, просто даже, который катается, да, ну, регулярно, там, по какое-то время уделяет, даже кто много катается, там, не тренируясь, но много пройдет времени на велосипеде именно. Потому что смотрю по городу, у меня такое ощущение, что люди просто, они постоянно перемещаются по городу. Даже иногда у меня... На работе на велосипеде. Да, у меня иногда такие мысли, что вот они катаются реально больше, чем я, там, на велосипеде, да. Ну, так и есть. Так есть, да, такие, да, такие доедут. Кстати, вопрос к чемпиону. Скажите, пожалуйста, вот за какой временной отрезок вы преодолели эти 100 километров? Мне интересно, насколько вы похудели, сколько вы потратили калории. Вот просто насколько это действительно... Если чем-то можно это измерить, степень нагрузки усталости. Это все меряется. Компьютер специально. Да, но обычно насчет веса я вам не скажу, потому что он примерно остается где-то в рамках гонки, какой у тебя было, может быть, иногда больше, потому что ты питаешься, пьешь постоянно жидкость, какие-то изотоники, электровиты, и в весе обычно ты сильно не теряешь во время гонки. Обычно организм восстанавливается после гонки, через два дня ты смотришь, что какие-то есть подвижки, что он у тебя там при восстановлении скушал сколько-то жировой ткани, еще какой-то. Вот. А время прохождения было в этом году 4 часа 45 минут. Для меня это было лучшее время. Это же с какой скоростью вышло? Средняя скорость была порядка 22-23 километров в час. Это по пересеченной местности на какой технике? Ну... Вы вообще называете велосипеды техникой? Вообще нет, вообще это байк. Так? Всегда. У меня как раз для такой местности... Ты подожди, а сколько у вас байков? У меня два. Там, хорошо. Шоссейный велосипед и для кросс-кантри. Вот. У меня, кто, наверное, регулярно как бы занимается, немножко понимает в велосипедах, это велосипед, который двухподвес, так сказать, у которого подвеска, как есть вилка и... Я не понимаю, а вот Дмитрия спрашиваю, это хорошо. Это хорошо. Это однозначно хорошо и комфортно. Да, понятно. Да, это почти как диван, если сравнивать с простым велосипедом, у которого есть только амортизационная вилка. Ну, по сравнению с прошлым годом, я проехал быстрее на полчаса. Для меня это прям такой большой рывок в подготовке. В том году мне было, признаюсь честно, очень тяжело в последний перевал, вот именно в Мустотунтре у меня сводило ноги. И я так уже последние километры, я считал, когда же уже финиш, где же этот мост. Абсолютно чемпион. Это значит, что даже близко никто к вам не приблизился. То есть вам, собственно, соревноваться не с кем. И вы бы хотели привлечь каких-то профессионалов, спортсменов, чтобы азарта было больше. Нет, абсолютно чемпион это звание. У нас есть три возрастные категории. Мужчины до 45, мужчины после 45, ну и женщины. То есть на марафонах у нас такая, ну все три градации. В обычном крускантри больше. И абсолютный чемпион это, который заехал первый вообще. То есть у нас есть очень сильные гонщики после 45 лет, которые там дают конкуренцию молодым. То есть и абсолютный человек, абсолютный чемпион, который заехал первый. Он как в своей группе первый, так и первый из всех участников. Поэтому он еще и абсолютный чемпион. Ну я так понимаю, что все равно, если вы первый, и наверняка с большим отрывом, то вам бы хотелось привлечь профессионалов на такие марафоны, чтобы было интересно. Да, мы всегда приветствуем новых участников. Тем более как-то и из Мурманской области мы все друг друга знаем и постоянно на соревнованиях встречаемся. Но так, чтобы мне было легко и с большим отрывом нет. Да, в этом году не было. Это абсолютный чемпион. Он даже на секунду, он первый, он все равно абсолютный чемпион. Да, тут нет разницы. На самом деле у второго участника я выиграл чуть больше минуты на таком длинном марафоне. Это немного. Конкуренция у нас там достаточно жесткая. Да, и здесь была большая командная работа в плане гонки. Потому что лидер, изначально который был, это Роман Кочетков из «Апатит», он ехал всю гонку один. А у нас съехал такой коллектив дружный из трех-четырех человек. И мы друг друга постоянно помогали, скажем так. Каким образом? Мне кажется, как можно побочь на трассе? Ну, это велосипедная тактика, Иван расскажет. Да, это можно помогать. Езда на велосипеде, особенно при скоростях за где-то 25-30 километров, большое лобовое сопротивление ветра. И по прямой, по какой-то подлинной, все едут друг за другом. Тем самым, кто едет первый, он больше усилий предлагает, а остальные экономят энергию. То есть вас сопровождали, чтобы... Нет, они ехали командой. Это и командная гонка. И мы постоянно менялись, чтобы сэкономить силы как раз перед перевалом. Потому что это перевал, это как самое основное место, как мы говорим, разборок. Да, посмотреть, кто с чем подошел к концу гонки. И именно на перевале, перед перевалом, я проигрывал еще 6 минут. Роману Кочеткову. И все это преимущество отыграл как раз там. Я понимаю, что Роман жаждет реванша. Вы в Хибинах встретитесь? Да, так получается, что у нас есть зачет по кубкам веломарафонов общий. И вот как раз в Хибинах, кто будет от нас первый, тот, наверное, и заберет кубок. Потому что у нас получается, наверное, что равенство очков после всех этапов. Кроме Солнышка, еще есть команды у нас дружные? Да, у нас есть команды. И Мандра, команда, это команда Полярной Зори. Полярной Зори, Кандалакша частичная и Кировская Патит и Кавдор. У них такая сборная. У них даже на форме много городов указано. Если вы видите, такая темная-синяя с красным форма. Вот, красивая тоже. Вот, и еще одна команда, но они мало участвуют именно в кросс-кантри гонках, они в основном в шоссейных. Это, если у них название все англоязычное, Пилигрим Сайклинг Тим. Да, ну, это ребята в основном из Мурманска. Я просто хочу прояснить для себя, насколько вот эта тонкая грань между любителями и профессионалами. То есть, вот люди, которые купили велосипеды, как вы говорите, мельтешат по городу туда-сюда, да, приобретают опыт. Мельтешат, а катаются. И, возможно, им интересно все, о чем мы рассказываем. И они хотели бы и влиться в команду, и испытать себя на соревнованиях. Тем более, есть из чего выбрать. И короткие дистанции, и длинные дистанции. Что им нужно сделать? Давайте так. Мы не будем называть себя профессионалами. Хорошо, спортсмены. Мы все любители спортсменами. Хорошо, спортсмены. Мы, это главное, чтобы влиться в движение и участвовать. Это желание. У нас, я вот каждый раз, когда говорю, мы приглашаем на любой наш старт, вообще всех, то есть, любого. То есть, вот, ну, конкретный, конечно, марафон, он сложный для прохождения, кто сел недавно. Но на следующий год я обязательно сделаю дистанцию спутник. Это, ну, может быть, будет 40 километров, чтобы именно могли проехать все, кто вот недавно сел на велосипед. А на всех остальных соревнованиях можно участвовать, приходить. И на многих соревнованиях есть более короткие дистанции, дистанции фитнеса. Вот у нас вот в Кандалах есть отличный старт, там вообще, там, для всех категорий, для детей, от двух лет, да, там все могут проехать. Есть абсолютно разные дистанции. То есть у нас есть сайт «Веломурман», где вывешен наш календарь, наши все старты и все контакты, и просто желание, скажем так. А если родители желают приобщить к этому спорту свое чадо, существует ли на территории Мурманской области спортивная школа, секция? Ну, на данный момент, к сожалению, нет. Сейчас вот, ну, скажем так, профессионально заниматься спортом или как детская школа отдать пока некуда. Но мы работаем над этим и я надеюсь, что она обязательно будет. Потому что уже подвижки в этом направлении есть и, ну, не буду забегать вперед, скажем так, это, наверное, как я, как председатель федерации, ставлю как основную свою цель. Потому что, скажем так, любительский спорт вот на том уровне, к которому он есть, он развит очень хорошо сейчас. Вот на столько стартов люди приезжают, там, вот, то есть Карелия, они говорят, ну, у вас просто... Если посмотреть на наш календарь, у нас столько стартов, у нас каждый выходной какой-то старт, какое-то мероприятие. То есть у нас очень много таких увлеченных и заинтересованных людей, которые, организаторов, которые проводят под эгидой федерации эти мероприятия. И в этом плане все хорошо. И как вот основная задача, это вот начальное звено создать, это именно спортивные школы. Если это, конечно, не удастся, это будет вообще... Ну, мы вам желаем успехов. Наверняка найдутся зрители нашей программы, которые сейчас только задумаются о покупке велосипеда. Вот совет бывалых, с чего начать? Давайте я начну как бы тут, Ваня, немножко... Ну, я понимаю, что выбирают по росту, по весу. Углубиться. Давайте возьмем сначала школьника. Ну, допустим, ребенка. С ребенком как быть? Потом, значит, с дамой и с мужчиной. Наверное, так. Здесь, наверное, здесь можно так. Нет, я как бы обобщу. Во-первых, мы возьмем сразу бюджет. То есть, насколько у человека есть бюджет. И он из этого исходит. Для начала, вот как я говорю, покупайте. То есть, если человек как бы сразу задумывается, вот он или он спортсмен, уже какой-то сейчас, он занимается всем-то другим и он хочет переключиться к велосипеду. Это одна история, да? Если человек как бы просто хочет сесть на велосипед, это можно сесть на любой велосипед практически, как бы, пусть он будет даже недорогой и попробовать. А как же пословица скупой платить дважды? Ну, то есть, хочется... А вдруг? Нет, нет. Это вот как... Это примерно как... Мне кажется, если человек хочет просто попробовать, можно и сейчас и в аренду взять. Конечно. Это самый... Тем более зимой он не пригодится все равно. Это тоже отличный вариант. Сейчас у нас много прокатных пунктов. Это как сравнить. Взять большой внедорожник, да? И не выезжать на нем, никуда ездить по городу, да? Но он, по сути, не нужен, да? Это больше какие-то, опять же, бюджет, бюджет. Да, у тебя есть много денег. Ты взял себе большую машину, ты ездишь по асфальту, и все, балдеешь, да? И взять там, условно, те же «Жигули». Они также ездят по дорогам и тоже могут передвигаться. Также на велосипеде, да? Это все приходит с пониманием, как бы, с более углубленным занятием. У нас тоже раньше были другие велосипеды. Пока ты начинаешь кататься и начинаешь понимать, где ты катаешься. Есть, конечно, такие рекомендации, кто хочет уже заняться сразу более-менее серьезно и проходить вот именно такие серьезные технические трассы. Там, конечно, очень большое внимание. Надо велосипеду уделить именно к его составляющейся. Ну, то есть, когда вы приходите, как минимум, к консультанту-продавцу, вы должны сформулировать цели и задачи. То есть, на первое время, я думаю, не стоит там сильно покупать дорогой велосипед. Можно взять какую-то бюджетную версию и хотя бы просто покататься. А вариант с арендой будет, наверное, еще лучше, если вы никогда до этого не сидели на велосипеде. Где кататься? Второй вопрос. Вот счастливый обладатель новенького велосипеда стоит перед проблемой. Как действовать? Ну, наверное, человек, у которого машина позволяет там багажники или там... Это идеальный вариант. Отъехать от города. Вот какие места бы вы порекомендовали, если же он в черте города, просто с ним выходит из подъезда, то какие-то рекомендации. Потому что теряешься, да? Куда ехать, как ехать. И знаете, вообще у нас люди правила дорожного движения. Да, это интересный вопрос по поводу правил дорожного движения. Актуальный как для велосипедистов, так и для водителей. Всегда хотелось бы заострить внимание, что наличие защитной экипировки для велосипедистов, и если они выезжают на дороге, это сигнальных атрибутов фонарей, катафотов, еще чего-то, яркой одежды. Для водителей нужно тоже понимать, что велосипед — это тот же участник движения, который подчиняется тем же правилам. и, грубо говоря, подрезать его где-то или думать, что он остановится перед тобой, так же, как автомобиль, тоже нельзя. Я думаю, на скорости 60 км в час или 40 очень сложно остановиться. Конечно, и все-таки велосипедист он не сидит в металлической коробке, пристегнутой ремнями безопасности. Это всегда тоже нужно брать во внимание. А что нам говорят правила дорожного движения? Как должны вести себя автовладельцы, водители, когда им предстоит поравняться? Они видят перед собой, там, по правой руке, я так понимаю. Начнем с того, что велосипедист, если он едет по дороге, это участник движения. Велосипед — это транспортное средство. То есть он едет, соблюдая тоже все правила ПДД. И, соответственно, водитель, когда видит велосипедиста, он должен к нему относиться как к участнику движения. Соответственно, если он хочет его обогнать, то он должен принять вправо, минимум полтора метра, его объехать. То есть, если велосипедист такой маленький, он занимает мало места на дороге, это не значит, что можно его там прийти, зеркалом там практически тирануть и проехать рядышком. — Вы обидаете со стороны федерации к автовладельцам? — Ну, не со стороны, наверное, федерации. — Ну, со стороны людей, которые вы объединяете. Вообще, как часто их обижают на дороге? — Ну, знаете, как сказать, обижают. Наверное, тяжело обидеть. Ну, часто ведут себя некорректно, да, и часто создают угрозу. Вот, ну, у нас недавно случился абсолютно случай. Ну, это такой традиционный случай, когда велосипедист едет, условно говоря, по главной дороге, а навстречу человеку нужно завернуть налево во двор, да. И, ну, если как бы с машиной не возникает вопрос, что если он едет по встречке, что надо убедиться и пропустить, то велосипедиста или не видит, или считает, что он как-то медленно едет. Ну, у нас это уже не единичный случай. Вот недавно тоже был прецедент, вот не пропустили. — И вызывали ГАИ? — Ну, в тот момент они оказались еще и знакомыми, и они как-то договорились, потому что не было вроде никаких причинений, слава богу, там травм каких-то. — Серьезных. — Да, серьезных. — Давайте о позитивном, давайте не будем о грустном, тем более время программа наша подошла к завершению. Я прошу вас проанонсировать следующий марафон и клич кинуть, если надо его рекламировать, конечно. — Нет, мы обязательно прорекламируем. Это, ну, во-первых, у нас в эту субботу состоится 29-го числа Йонский марафон, Потапыч называется. Он такой, кстати, могут все приехать, все желающие, и не очень такие даже подготовленные. — Он самый посильный, да. — Он самый посильный, там всего 60 километров дистанции. — Даже, может быть, меньше чуть. — Да, поэтому всех милости просим на этот марафон. Заходите на наш сайт «Веламурман», там вся информация указана. Ну, и, наверное, хотелось бы проанонсировать такой один из наших самых известных марафон, «Тахибинская кругосветка», который состоится 12-го августа. Старт из города Апатиты, а финиш в Кировске. — На стадионе «Лыжном в Тирвесе». — На стадионе «Лыжном в Тирвесе». Там такая тоже очень интересная она мультигонка с замечательными видами, с отличной природой, с хорошей подготовкой. Трасс, вот всех милости просим. Это, наверное, первый наш марафон. — Первый, да, и самый, наверное. — Жалко только, что болельщикам, это, наверное, мне кажется, никак невозможно проследить, потому что ты только можешь помахать рукой, увидеть удаляющийся от тебя спеливел спинистер, потом их встретить. Спасибо вам большое, Дмитрий. Спасибо, Иван. Я желаю вам успехов. — Спасибо. — Ну, с Романом в честном поединке, я думаю, вы проясните, кто из вас абсолютно чемпион. — Я думаю, команда мне, как всегда, поможет. Если буду не я, то у нас все сильные. То, может быть, кто-то другой его сможет оттеснить и заберет какие-то очки в мою пользу. — Спасибо большое, что это была программа «Открытая студия». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова